Добрый вечер, уважаемые друзья! Большое спасибо за приём! Ну, прежде чем показать номер, который я сегодня привёз в Юрмалу, по старой доброй традиции, пару-тройку анекдотов на ваш суд. Муж приходит с работы, уставший, замученный. Дома чистота, как никогда, стол уже накрыт. Жена какие-то бантики себе забацала. Такая, как на подиуме у неё раскраска такая. Никогда в жизни не было такого. Он говорит, что случилось? Она говорит, Сергей, с этого дня начинаем жить по принципу рыночной экономики. Сегодня у нас всё стоит денег. Приближаемся к Европе, так что подтягиваемся. В частности, ужин 50 рублей. Согласись, недорого. Пожалуйста, здесь и гречневая каша, и ливерная колбаса, угощайся, всё есть. Ну и вот так вот. Он дал 50 рублей, поел. А пуговицу надо мне, там, 30 рублей, золотой. Дал, пришёл, а пуговицу. Пожаться, спать, она говорит, ну а здесь, если что-то вдруг будет желание, Хе-хе, 100 рублей. Говорит, ну у меня только 70. Лёг, уснул. Ночью слышишь, и вуршится что-то такое. Он просыпается, жена стоит в сумочке у себя что-то ищет. Говорит, Зина, что там ищешь? Она говорит, 30 рублей тебе занять. Два мужика из деревни въезжают в город, надо заправиться. Подъезжают к заправке, огромная заправка, огромный плакат. Любому, кто заправится больше, чем на 500 рублей, бесплатный секс. Они там на 502 рубля с чеком подходят к заправщику. Там мы читали, мы готовы. Говорит, это ещё не всё. Значит, вы должны отгадать число от 1 до 10. Вот я сейчас загадаю, вы должны отгадать. Давай. Три. Нет, семь, извини. Ну что, они взяли, уехали. На следующий день катались весь день. Надоели на 512 рублей. Приходят, это мы, мы вчера были. Раз, два, чек. Давай, число. Семь. Говорит, восемь, извини. Та ну ё. Они уезжают, один другому говорит. А тебе не кажется, что он жулик? Говорит, не скажи. Моя жена на той неделе два раза выигрывала. Мужик купил себе корову. Кормил, поил. Пора подумать о потомстве. Он через интернет вызывает хозяина какого-то племенного быка. Тот приводит быка на сучку. Бэй, красавец, цепь такая, всё, татуировки, всё. Лакированные копыты, оно пришло, человеку. По всем правилам говяжьего съёма подходят коровики. А она садится вот так, копыты крест-накрест. Он и так, и так. Ничего не получается. И бизона вызывали какого-то. И с Беловежской пущи зубра последнего бедалагу больного привезли. А-а-а-а-а. Приходит Квитеринар, говорит, я извиняюсь, я взял корову. Она чисто внешне, как все. Я серьёзные деньги отдал. Она ни с кем, вообще никак. Вы можете сказать, она вообще ни с кем, никак. В Рязани брал? Да, как вы догадались? А у меня жена с Рязани. Спасибо. Спасибо. А я тут недавно на охоту сходил. Нормально, поохотились, говорят. А я фотик взял. И как папарадзе. Чел, класс, класс. Чтобы посмотреть потом память, восполнить, что там было на охоту. Сейчас сдал это. Сделали фотки. Всё, сам не видел. Компромат на дядек своих буду собирать, да? О, классно. Это я, кстати, сразу я. Классный ракурс. Это я с кабаном фотографировался. Вот я, вот кабан. А, нет, наоборот. Вот, вот кабан, а вот. Похожи мы тут с ним. Чтобы не брить, чтобы в тельняшка. А, это кабан нас с братом фотографировал. Что это не я? О, это Иван, сатехник в свадебном костюме. Женился мужик, наконец-то. И сразу на охоту. Он фанат, у него камуфляжная бабочка. Сразу пришёл, давай ему стрелять. Узять. Нормальный мужик. Моей бабой сестру взял в жёны. Тоже бабу. Так смешно. Две сестры, обе бабы. Это Гришка в кустах затаился. Взгляд сосредоточенный такой. Чего? Да не, какая засада. Желудком у него проблемы. Не, ничего серьёзного. Мы же у Лёхи в гараже с мотоциклом ковырялись. Ну, ясно, что пили. Что мы, с мотоциклом, что ли, пришли ковыряться-то? Да и не было мотоцикла никакого. А Гриша пришёл, нездоровавшись наше, сразу всё выпил. И закусил тут же с верстака полбалки варенья, с нос, повидло вернее. А это солидол был. Мы даже предупредить его не успели. Да и не хотели, чисто. Наоборот, двигались с маской, он хапал ладошками, пока не понял. Сейчас с организма всё выскальзывает. Так всё охотно просиделку ставлю. Это Егор на спине, Бугор, Кузнечиков ловит. Раньше же тоже любитель бы этого делала. Мы взяли его к экстрасенсу, повели. Тот его заколдовал, всё, сейчас на водку смотреть не может. Закрытыми глазами жрёт её и всё. Он вообще странный, я к нему сейчас заходил, он брюки гладит и орёт. Утюгом прям гладит и орёт. Привычка идиотская, брюки на себе гладить. Это Федька в траве запечатлёнок. Ну, устаёт, Федя, устаёт. Он же с девятого дома Вальку в жёны взял, а их две сестры-близняшка. Ну, хитрые. Одна замуж выскочила, обе Федьки пользуются. Он их не различает, они не похожи, он их не различает вообще. Всё же он дурак, шоль, да? Две-то больше, чем одна. Это Коля с зёгким в зубах ружьём ковыряет. Всё удивляется, как его баба узнаёт, что он поддал. А чё его сдавать, когда пьяный пальто в трусы заправляет? Ну, так и на фотке здесь. Это же... Это Женьку в речку тащат мужики. Упирается, орёт, как чайка. Воды боится, как огня. Чё, боится? Мы в прошлом году рыбу глушили. Он дурак купаться полёк. Все части организма над динамитами оторвало туда. Мы ныряли, потом части разыскивали, обратно к нему прилепляли. Одну часть так и не нашли туда. Хорошо его баба сказала, что он на этой части и до взрыва не замечал. Сейчас нормально, кстати, играть в театре. Актёр сейчас он такой. Он любитель драмы. Раньше, правда, давали роли героев-любовников. Сейчас трусов импотентов. Всё. Пошёл компромат. Это я. Сплю валяюсь в позе бегущего. Кошмар. Ноги связаны, руки связаны. Бутылка под башкой. Упью, узнаю, кто сделал. А это что такое? Мужики. Наши за бабой бегают за какой-то. Кошмара, баба голая, как правда, наглая. С одним целуется, с другим тут. Смотреть стыдно, честно говоря. Где они надыбали её? Там кроме моей людки-то не было никого. Ладно, потом досмотрим. Я извиняюсь.